Медиагруппа Авангард представляет Социальная инженерия, ну, я видел, что Гартнер, по крайней мере, так считает ее угрозой номер один. Ряд ученых ставит социальную инженерию вообще в топ-3 угроз для человечества на ближайшие столетия, наряду с ядерным оружием и глобальным потеплением. Но они имеют в виду определенный контекст, чуть дальше его затрону. У нас в команде работает отдельно Red Team, команда исследователей и пентестеров, у которых есть специализации в области социальной инженерии в том числе. И Blue Team, это команда аналитиков мониторинга, которые, собственно, расследуют инциденты. И в такой кооперации между двумя командами мы находим подход, вырабатываем этот подход по, собственно, такому системному, системной борьбе социальной инженерии. Ничего в открытом доступе такого какого-то глобального, системного, глубокого, в принципе, особо не видел. То есть поэтому приходится здесь самостоятельно в эту тему погружаться. Ну и как бы тоже важный момент, что социальная инженерия, терминологии разных, скажем так, людей и понимание вообще этой проблемы, она достаточно различная. То есть кто-то ее понимает достаточно узко, кто-то понимает ее более широко. Поэтому я сегодня в второй части доклада расскажу в обзорном формате про, собственно, сам подход. А в первой части синхронизируемся в понимании того, что такое социальная инженерия, какие угрозы она может принести. Ну, собственно, представим, что есть некая инфраструктура, мы методично повышаем ее зрелость, методично, собственно, строим систему инвестиционной безопасности, даже построили центр мониторинга и неплохо защитились от киберугроз. Все вроде бы здорово, но проблема в том, что только в нескольких процентах таргетированных угроз, а для финансового сектора в первую очередь таргетированные угрозы являются наиболее, скажем так, опасными, атаки реализуются чисто техническими векторами, чисто кибератаками. Абсолютное большинство таргетированных угроз реализуется посредством комплекса и комбинации технических векторов и, собственно, нетехнических векторов в социальной инженерии и с кибератаками. То есть они могут присутствовать, а могут нет. То есть защищаться от кибератак, безусловно, нужно, это очень важный аспект, но подход, очевидно, не всегда делается изначально правильный. Почему это так происходит? Не все, как говорится, заблуждения буду перечислять, но если обобщить, то социальная инженерия – это значительно больший скоп потенциальных векторов, которые могут быть, в принципе, реализованы в теории, нежели все кибератаки вместе взятых. Чуть дальше тоже на этом остановлюсь. В принципе, угроза может быть вообще реализована без, скажем так, вектора кибератаки. То есть это просто будет угроза информационной безопасности. И опять-таки ряд инцидентов в финансовой сфере об этом красноречиво показывает. То есть достаточно много данных утекало вообще не по техническим каналам. Но также важно понимать, что социальная инженерия всегда таргетирована и фокусна, особенно в таких серьезных стратегиях злоумышленников. То есть в базовом варианте она может таргетирована на организацию и в более продвинутом, конкретно на человеке. Ну и также важный аспект, что социальный инженер всегда фактически действует от вашего уровня осведомленности, от зрелости информационной системы. То есть поэтому если, собственно, кто-то там считает, что у него очень зрелая и сильная, скажем так, команда, и технологии продвинутые, то социальный инженер фактически точно будет действовать именно от понимания данного факта. И вообще там в достаточно большом количестве серьезных инцидентов социальная инженерия реализовывалась такими большими командами, то есть где участвовали профессиональные жулики, социальные инженеры и технические специалисты. Использовался там даже некоторые элементы аутсорсинга в этой индустрии. И реализовывались очень непредсказуемые сценарии, да, которые, чтобы, скажем так, осознать, насколько могут быть находчивыми социальные инженеры, я рекомендую смотреть там не только на статистику известных инцидентов инновационной безопасности за последние годы. В основном там вы видите фишинговые рассылки и там ряд технических векторов. А то, как действовали талантливые и выдающиеся социальные инженеры прошлого. То есть тот же Виктор Люстинг, который вы видите на фотографии, умудрился несколько раз продать Эльфилеву башню вполне неглупым людям. И потом обманул Аль Капоне, взяв у него денег на акции, там порядка, по-моему, несколько сот тысяч долларов, и для того, чтобы выработать некую стратегию, да, и вернул им эти деньги. Расстрогавшись, Аль Капон ему подарил несколько тысяч долларов за такую честность, а Люстинг именно на это как бы изначально и рассчитывал. Джозеф Фейл построил подпольный банк, и сотрудники, как актеры, собственно, под вывески другого банка принимали деньги, да, от людей. Там Эбин Гейл стал прообразом фильма «Поймай меня, если сможешь». Легенда социальной инженерии Кевин Митник, да, или братья Бадир, которые использовали в социальной инженерии свои экстраординарные способности слышать звуковые спектры. То есть это может быть совершенно непредсказуемый, как бы, вектор, да, то, о чем я говорил. Хотя, в принципе, всегда можно выделить некую определенную закономерность и последовательность в реализации этих угроз. Особенно большое значение здесь имеет подготовка, но уже внутри каждого из, скажем так, этапа это может быть совершенно непредсказуемый набор технических и особенно, подчеркиваю, нетехнических векторов. Здесь вот на слайде показаны только некоторые из них. Со многими можно, собственно, и детектировать, и бороться на превентивном уровне посредством security awareness, то есть и осведомленности, но на самом деле есть целый пласт угроз, который действует на уровне подсознания. Я этот указал как NLP. Не обязательно использовать такой термин, потому что не все с ним, в принципе, согласны, что он существует. Но, собственно, это атаки и целый пласт атак, который фактически нацелен на подсознательный уровень. И здесь как раз то, что я говорил про ученых и топ-3 угрозы, подразумевается, что машинное обучение сможет и всевозможные, скажем так, так системы слежения за человеком помогут машине изучить настолько карту человеческого сознания, что, в принципе, подобрать любой ключик для любого человека фактически. И здесь никакой фантастики нету. То есть по большей степени 99% всех наших ежесекундных, ежедневных решений мы принимаем именно подсознательно. То есть это гораздо более мощный инструмент, чем сознание, которое работает с медленной памятью, с кратковельной памятью и всего с несколькими объектами. Подсознание может перемолоть гигантское количество информации в единицу времени. И это его как бы сила, но и слабость в том, что оно априори не может, фактически не имеет инструментов сопротивления. То есть оно воспринимает все, что на него попадает. И вот как цыганки на улице, как ряд социальных инженеров, кстати, они даже могут не подозревать, что работают на подсознательном уровне. Либо же, когда мы приходим к какой-нибудь Ашан и так далее, там товары расставлены таким образом, чтобы то же самое, скажем так, влиять на ваше подсознание. Это очень большой, скажем так, целый пласт, опять-таки, науки. И есть определенные, скажем так, системы активации на подсознание, которые выводят на уровень сознания некое решение, которое может быть уже воспринято как свое, и никакого сопротивления здесь не будет. Пласт таких вот, в кавычках, уязвимостей мозга, оно, в принципе, на много порядков превышает все уязвимости вместе взятые, программное обеспечение, которое сейчас у нас присутствует. Почему так можно заявлять? Потому что количество состояния мозга, силу нейронной связи, оно просто на много порядков превышает. И я не говорю уже о том, что, в принципе, социальные инженеры получают все больше и больше инструментов чисто технических, для реализации технических векторов, например, такие, как системы дополненной реальности. То есть представьте администратору, например, систему аналитику безопасности, набирает по скайпу и показывает видео, как его семья, собственно, в заложниках и требует некоторые выполнить действия. То есть либо же просто руководитель по телефону набирает подчиненному и просит отключить какую-то систему защиты, где был синтезирован голос просто руководителя. Это тоже дополнительный аспект. Все это я перечислил для понимания, насколько, в принципе, нас ждет гигантское количество угроз в этой области. И сейчас мы имеем огромное количество угроз, с которыми нужно бороться, но в будущем эта проблема только будет увеличиваться. Что, собственно, здесь можно сделать? Ну, как бы в нашем подходе первое, о чем мы отталкиваемся, естественно, это от ИБС-оведомленности. По-прежнему это является одним из самых недорогих и одновременно эффективных способов борьбы с социальной инженерией. Здесь мы отталкиваемся от сансовской модели пяти уровней. Можно сразу, кстати, сказать, что первые два уровня фактически означает, что какой бы у вас там центр мониторинга не был и какая киберзащита не была, при реальном мотиве команда злоумышленников может вдоль и поперек, собственно, сделать что угодно с вашей информацией. Поэтому рекомендуем начинать как бы с третьего уровня, когда уже есть некая программа. В то же время технические аспекты, как бы здесь, понятно, там не буду погружаться, всевозможные лучшие практики, которые позволяют такие как Митровская, там, где композировать так вот там на определенные этапы киллчейна, да, и там дальше уже по атомарным техникам выявлять технические вектора. И таким образом, в принципе, можно попробовать поймать и технические вектора социальной инженерии. Если смотреть на подготовительную матрицу, то там, вот я отметил, порядка там 40, ну почти половина всех техник, да, это про социальную инженерию. Ну, естественно, проблема в том, что на этапе подготовки мы еще при современном уровне развития технологий намерения не научились как бы фиксировать, да, поэтому это не особо нам поможет. А если говорить уже непосредственно на собственной этапе реализации угрозы, то есть на стороне инфраструктуры, здесь, собственно, что-то отловить можно. Ряд социальной инженерии и техник предполагает, что мы там на этапе initial access попадаем. И дальше у нас будет сейчас, это немножко устаревшая здесь картинка, сейчас там, по-моему, порядка 11 этапов уже. И у нас будет много, собственно, уровней, на которые мы сможем отловить, задетектировать, да, то есть угрозу. От этапа initial access до, собственно, там возможных там закреплений, горизонтальных распространений, там непосредственно поиск информации, там сбора и ее вывода. Но я уже говорил в самом начале, что социальный инженер, он будет прекрасно знать, что там в вашей финансовой организации есть хороший зрелый сок, сильная команда, да. Естественно, он будет пытаться не лезть, как говорится, вперед на стену, да, и он будет пытаться все это дело обойти и оказаться максимально ближе уже к этапу сбора, там, либо уже непосредственно с кражей информации. Либо же полностью вообще нивелировать этот этап, просто, например, сфотографировав некую информацию с экрана. Здесь мы получаем весьма интересный момент, что если мы, когда мы боремся с кибератаками, мы подразумеваем, что мы боремся с нехорошими людьми, с негодяями, которые хотят что-то сделать нам, то здесь получается, что мы будем бороться с теми, кого считали как бы хорошими, да, они стали неосознанно, либо даже осознанно инсайдерами, да, и модель полностью меняется, и фактически у нас остается всего там 2-3 этапа для того, чтобы это все дело зафиксировать. Причем все политики изначально, ну или часто очень настроены более добро по отношению внутренним, скажем так, пользователям, за исключением тех, кто не настраивает у себя, скажем так, принцип политики по принципу нулевого доверия. И все-таки все становится еще все хуже, да, и как бы что делать? Первое, что нужно делать, это анализировать логику атакующей стороны. Вот это очень важный момент, что атакующий будет пытаться минимизировать свой риск и реализовать все техническими векторами. Понятно, что с низкой зрелостью, с темной безопасностью он может вдоль и поперек как бы взломать, любая там команда пентестеров квалифицированная имеет наверняка много таких примеров, таких работ. Но в то же время, если мы говорим о более зрелых там системах ИБ, злоумышленнику будет уже гораздо сложнее. Это значит драматически и более дороже построить свою, выстроить свою стратегию и реализовать ее. И он будет себе пытаться облегчить жизнь, выйдя как бы на социальную инженерию, в том числе на нетехнические вектора. Но здесь у него будет риск как бы деанонимизации и попасться. И наша задача как бы за счет security awareness его немножко, как говорится, опустить на технический уровень, с одной стороны. А с другой стороны, сам технический уровень реализовать достаточно качественно. Ну еще понятно, что у каждого будет свой риск, скажем так, свой риск, да, то есть приемлемый у злоумышленника. Кто-то будет готов там за 10 тысяч долларов сесть в тюрьму, кто-то и за 100 тысяч или за миллион долларов даже немножко не рискнет. Это отдельный как бы разговор. Ну и собственно подход делится на две части. Вот процессный и собственно технический. Процессно мы с одной стороны помогаем заказчику, либо это заказчик сам может выстроить, да, то есть повысить уровень ИБС-сведомленности свой, начиная, как я сказал, там с третьего уровня, если смотреть на санксовскую модель. С другой стороны, мы должны методично, гармонично поднимать уровень зрелости инцидент-респонса, да, то есть с одной мы увеличиваем количество точек, откуда мы собираем информацию, это набор в итоге как бы источников событий, да, и наполняем методично их контекстом, повышая зрелость этого контекста. Причем мы делаем это в трех плоскостях. В плоскости пользователей, в плоскости активов и в плоскости защищаемых данных. Естественно, при этом нужно развивать и респонс уровень, да, то есть как бы с точки зрения подавления и нейтрализации инцидентов, там без этого как бы все остальное вообще лишено особого смысла. Ну вот как пример, да, то есть мы на первом этапе собираем в основном реал-тайм данные и по минимуму поведенческие, поскольку они будут больше фолзить, но только выбираем те, которые, как говорится, мастхэв, да, то есть как антиспам и DLP. И постепенно как бы увеличиваем вот этот покрытие с точки зрения источников. Почему не включить сразу все? Потому что это будет очевидный оверхелм на первом этапе, да, то есть и будет много фолзов, и это фактически фокус очень сильно сместит на детектирование, при этом само оно будет еще неэффективно. Одинаково, аналогично как пример плоскости контекста. То есть мы собираем часть контекста, точнее мы можем собирать сразу все, но из тех нормализованных данных, которые мы собираем в корреляционных правилах, мы используем на первых этапах только самое необходимое. И постепенно, собственно, увеличиваем вот этот контекст. И все это по такой циклической модели, да, то есть сначала там анализируем угрозы, их поверхность, формируем набор сценарий, наполняем эти сценарии контекстом, пишем корреляционные правила и дальше как бы по кругу. И весь, в принципе, процесс вот этого цикличного, скажем так, повышения, гармоничного повышения зрелости, да, то есть оно там примерно от полугода до двух лет, да, то есть все несколько циклов. Ну, как я говорил, второй аспект, это не менее важный, это технический, да, то есть как это все качественно отлавливать. Вот здесь мы вектора технические, социальной инженерии делим на технические и не технические, да, вот пример, там из нашей базы знаний, там один из инцидентов, который, один из сценариев, который предполагает использование Windows Audito для отлавливания съемных носителей, да, подкинутых флешек, там и так далее, как пример. А в целом мы делим, вот если говорить о технических векторах, да, то есть атаки на два этапа, то есть это стадии, так называемый, первичный вектор атаки, стадии первичного воздействия, это когда злоумышленник пытается воздействовать по техническим векторам на атакуемого, да, и здесь у нас, конечно, security awareness и целый набор средств защиты всевозможных, да, там в зависимости от типа атаки, здесь не все, к сожалению, поместились, в некоторых случаях можно использовать системы на аудиты, в некоторых случаях таких, например, вишинг, смешинг атаки, все, что предполагает использование мобильных систем, конечно, необходимы MDM, желательно с threat detection модулями, да, для того, чтобы, собственно, это все фиксировать. И уже стадия реакции атакуемого, когда мы отлавливаем некую потенциально атакованного человека и который начинает действовать как-то, собственно, подозрительно. Здесь, опять-таки, свой набор систем и достаточно большой. Достаточно интересная картина и совершенно не похожая по нетехническим векторам, сколько понятно, что на этапе первичного воздействия здесь уже все, что у нас есть, security awareness. Если администратор баз данных где-то в баре вечером в ресторане знакомится с девушкой, да, это является какой-то стратегией там по его использованию, то мы никак этому, к сожалению, ничего с этим не сможем сделать. Единственная надежда это на него самого. Ну и, собственно, с другой стороны, если он все-таки уже обманут или как-то шантажируется и так далее, и при этом что-то начинает делать, да, в инфраструктуре, у нас есть шанс на использование поведенческих инструментов, да, это такие, как там DLP-системы, UBA, MDM, там и ряд других. И здесь можно отдельно выделить User Activity Monitoring системы. Это вот очень полезная в данном случае система, которая позволяет фактически создавать профиль и поведение, изучать профиль поведения людей на уровне ролей. Не на уровне пользователей, да, в техническом смысле, там, например, Microsoft AD, а именно на уровне ролей. То есть опять-таки, если какой-то администратор внезапно начинает взаимодействовать и коммуницировать, когда он никогда это не делал там с кем-то из бухгалтерии, да, это либо служебный роман, либо что-то там происходит, как бы тоже в этом стоит как бы разобраться. И как некий последний такой, такой, можно сказать, эшелон, который нам может помочь, это, естественно, трейдхантинг, о котором, ну, можно отдельно там долго говорить, но как бы это то, что также можно нам здесь помочь. Ну и в заключение, естественно, если у нас уже, как в рамках трейдхантинга, кстати, и уже если у там у заказчика что-то произошло, да, и нужно необходимо расследовать инцидент, либо провести киберкриминалистику для того, чтобы там это использовать в каких-то служебных отчетах, либо в следственных и судебных мероприятиях, да, то есть здесь, конечно, уже нужно хорошо понимать специфику вот этих маркеров, чтобы это вот в большом объеме информации фиксировать и развивать гипотезы, и дальше уже, ну, как говорится, эти гипотезы проверять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова